Августовская конференция приближает один из самых значимых дней в году, праздник с которого начинается дорога в мир знаний. Подвести итоги прошлого учебного года, наметить вектор развития в новом, задачи, которые ставили организаторы конференции в лице управления образования Кашхабльского района. В работе августовского совещания приняли участие глава района Заур Хамирзов, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, начальник отдела развития общего образования, реализации региональных и этнокультурных особенностей Министерства образования Республики Адыгея Зоя Конова, ведущий консультант отдела Наталья Елистархова, специалисты управления образования и районного методического кабинета, члены муниципальных клубов, наставник, учитель года, воспитатель года и школа молодого учителя, а также руководители и педагоги образовательных учреждений, представители общественности родительских комитетов. Открыл районную августовскую конференцию педагогических работников глава администрации Кашхабльского района Заур Хамирзов. Он поздравил педагогическое сообщество с началом нового учебного года и пожелал успехов и творческих побед в предстоящем учебном году. Знаменательное событие в жизни каждого педагога – это начало нового учебного года, 1 сентября. Для многих наших детей этот день будет очень знаменательным, впервые пересекут порог школы. Чем современная школа отличается от остальной социальной сферы тем, что я считаю, что она очень мобильна, потому что в сфере образования, я скажу даже не ежегодно, ежемесячно, происходит различное преобразование, которое вносит значительные изменения в систему образования, подхода к оценке образования наших учреждений. Я считаю, что в наше сложное время мы все должны вместе, особенно вы, здесь присутствующие, педагоги, которые имеют огромный опыт работы именно с подрастающим поколением, с детьми. От нас, от вас зависит хорошая, нормальная, воспитательная деятельность. Но не стоит забывать, что школа, прежде всего, это образовательное учреждение, и мы обязаны давать достойное, хорошее, качественное образование с тем, чтобы дети самостоятельно могли сдавать выпускные экзамены по ЭГЭГ в 9-11 классах. Главная проблема образовательных учреждений сейчас – это кадровая проблема. Со своей стороны, со стороны муниципального образования, да, есть программа «Молодая семья, молодой специалист». Сейчас мы заходим на 25-й год в программу по обеспечению работников социальной сферы жильем. Что это такое? Это Минсельхозовская программа под строительство социального жилья под конкретного человека. Это касается не только действующих учителей, это касается и выпускников вузов, и медицинских вузов, и педагогических специальностей. Мы готовы работать с выпускниками 4-5 курсов прямо сейчас, с условием, что они приедут сюда и будут работать. Я хотел бы поздравить всех вас с началом учебного года. Всем терпения, потому что работа педагогическая – это, прежде всего, терпение, выдержанность. Естественно, крепкое-крепкое здоровье. Удачи всем вам, вашим близким, вашим семьям. А мы, я как представитель исполнительного власти Александр Валентинович, как представитель законодательных органов власти, мы всегда рядом, всегда готовы прийти на помощь. Я уверен, что сегодняшняя августовская конференция пройдет очень плодотворно. Пожелаю всем вам очень удачного учебного года, побольше отличников. Пожелаем нашим ребятам, чтобы отлично подготовились к сдаче выпускных экзаменов, удачно сдали и единый экзамен, и общегосударственный экзамен. Поэтому всем спасибо, всем удачи, всем крепкого здоровья. Спасибо всем. С началом нового учебного года педагогов района поздравил и председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев. Я хочу вам пожелать большого-большого терпения, удачи жизненной, пожелать реализации всех ваших планов, чтобы все, что вы запланировали, несомненно сбылось, пожелать вам то, чтобы вы для себя сами процесс своего личного образования никогда не прекращали. Ведь нет у человека предела мысли, нет у человека предела того, когда он будет до предела заполнен знаниями. Это процесс никогда не окончаемый. Все это приходит, и все это меняется, только добывается. Поэтому терпение вам, прежде всего, большое, удачи жизненной, все, что зависит от нас, будем стараться, помогать в каких-то вопросах. Никогда ни одну просьбу, ни чью не обходили мимо, пожалуйста. Поэтому обращайтесь, все, что можем, все, что в наших силах будем, потому что на вас вся надежда. Вы те люди, которые берете детей и делаете из них то, что пойдет дальше. Даете им знания, учите их. На вас надежда. От души всем удачи в новом учебном году. Всего хорошего. В рамках педагогического совещания подведены итоги прошедшего учебного года и определены приоритетные направления деятельности на новые. С основным докладом выступила начальник управления образования Асяд Берзегова. Она рассказала о состоянии образовательной сферы, как будет организован образовательный процесс на территории района, были отмечены успехи и достижения. Коллеги, без вашего профессионализма и самоотдачи сегодня невозможно будет говорить о качественном обучении подрастающего поколения, о воспитании, гражданственности и патриотизма у детей и молодежи. Десятки ваших выпускников сегодня храбро сражаются за будущее России в зоне спецоперации, проявляя героизм и мужество, защищая свой дом, свою малую родину и отечество. На территории нашего муниципального образования осуществляется всевозможная поддержка их семей и детей и по линии образования оказываются меры поддержки. Например, 48 обучающихся общеобразовательных школ и 25 детей в дошкольных образовательных учреждениях участников СВО получают бесплатное горячее питание за счет средств муниципального бюджета. Этим детям также предоставляется право бесплатно посещать цирковые представления, детские спектакли, мультфильмы, детские кинофильмы. Роль педагога огромна, поэтому одна из главных задач в развитии системы образования в создании условий, которые помогут нашим учителям, воспитателям и наставникам сохранить мотивацию и энтузиазм, повышать эффективность и улучшить результаты обучения одним из важнейших критериев, которого является устранение и нехватки школьных учителей. Нам очень нужны учителя математики, физики, химии, биологии, русского языка и информатики. Для решения этого вопроса сотрудничаем с педагогическими колледжами и вузами АДГ и Краснодарского края. Решаем проблему и за счет механизма ранней профессиональной ориентации школьников. В этом году закончил первый курс наш один выпускник, средняя общеобразовательная школа номер 4, Хачемизов Мурак, студент, факультет математики и физики, с которым договоренность, что он обязательно закончит вуз и вернется в родную школу преподавать математику и физику. Ему, администрации района, оказывается ежегодной поддержкой и сопровождением. С прошлого года появились также профильные классы педагогической направленности. В средней общеобразовательной школе номер 1 психолог-педагогический класс уклон на подготовку психолога ведет занятие психолог высшей категории Хиштова Алисет Швамберевна. В средней общеобразовательной школе номер 8, села Натырбова, естественно научный класс с углубленным изучением химии и биологии, учителя высшей категории Гончарова Ольга Владимировна, учитель химии, и Почепова Наталья Федоровна, учитель биологии. В наступающем учебном году в Адыгеи вводится еще одна мера по привлечению молодых учителей в сельские школы. Это педагогический десант, учитель для Адыгеи. Мы очень надеемся, что этот десант даст нам одного учителя русского языка. Его уже сегодня ждут в средней общеобразовательной школе номер 8, села Натырбова. Это и рабочее место, и кабинет, и ставка учителя русского языка. Это совместная инициатива Адыгейского государственного университета Всероссийского образовательного проекта «Школково», поддержанная Республиканским министерством образования и науки. В десанте принимают участие студенты старших курсов Адыгейского государственного университета. Надеемся, что в случае успеха количество участников проекта в разы увеличится, и возможность привлечения нужных специалистов получат все школы района, как и другие в Республике. Мы от души желаем успешной реализации этого замечательного проекта. Тем более, что у нас в районе, как сказал Заур Аскорбевич, тоже действует своя программа поддержки молодых специалистов, основным критерием которой является выплата единовременного пособия в 300 тысяч рублей и другие, естественно, меры поддержки. Участникам проекта гарантирована будет помощь и материальная поддержка со стороны учителей школы, лучших наставников района и управления образованием. Подобные инициативы, как и вся работа, которая ведется для поддержки педагогов, помогают повышать статус и престиж профессии учителя. Хочу напомнить, что в Республике Адыгея в третий год реализуется также программа «Земский учитель», предусматривающая представление единовременной компенсационной выплаты в размере 1 миллиона рублей учителю, переехавшему на работу в сельскую местность. Реализация программы продолжается и в 2024 году. Управление образования тоже подавало 5 заявок на участие в данном проекте с 2023 года. Пока ни одной кандидатуры нет, но надеемся, что мы тоже окажемся в числе тех школ, кто закроет хотя бы одну вакансию в рамках этой программы. С 1 сентября 2022 года в Республике Адыгея стартовал цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном», которые призваны сформировать у обучающихся всех возрастов гордость за Россию и в увлекательной форме дискуссии, конкурсов, деловой игры, мозгового шторма, познакомить с историей, традицией и культурным наследием страны, а также побудить детей самостоятельно искать исторические факты. Проведение классных часов было организовано по понедельникам первым уроком в еженедельном режиме. Были созданы все условия в школах района для реализации указанного проекта, отведен 1 час внеурочной деятельности, включен в основную образовательную программу и учебный план. Часы разговора о важном входят в расчет нагрузки и оплату труда педагогических работников в расписании всех учебных классов. Коллеги считают, что очень важно привлекать представителей органов исполнительной и законодательной власти, органов местного самоуправления в реализацию проекта в качестве спикеров, чей опыт, авторитет и знания станут важным фактором для формирования у подрастающего поколения правильных ценностных ориентиров. Уверена, что никто не откажется хоть один раз поддержать эти разговоры о важном. Коллеги, ни для кого не секрет, что современные ребята большую часть информации получают из интернета. Где они зачастую не самого лучшего качества, а чаще всего являются и лужью. Если взрослый человек обладает критическим мышлением, чтобы ее проверить, сопоставить факты, то ребята оказываются один на один слизной информацией, даже не подозревая об этом. Поэтому, коллеги, мы с вами должны обеспечить разговоры о важном, едином, качественном методическом инструментарии и едином достоверном содержании. Хорошо, что данный проект реализуется исключительно классными руководителями, а не учителями-предметниками. Главное, не допускать подмены содержания тематических занятий, разговоров о важном, обычном классном часам, несущем организационную функцию. В 2023-2024 году педагоги продолжат неурочные занятия, также в форме открытого диалога с обучающимся первыми уроками по понедельникам. Следует отметить, что в новом учебном году будет продолжена комплексная работа по использованию в образовательном и воспитательном процессах государственных символов Российской Федерации и Республики Адыгея. Для этого все образовательные организации республики, в том числе и наши, в 2022 году были обеспечены Минобором Республики Адыгея комплектами государственной символики. Еженедельное поднятие государственных флагов и исполнение гимнов стало доброй традицией во всех образовательных организациях непосредственно перед началом проведения занятий, разговоров о важном и в начале недели. Коллеги, знаменательно, что в год педагога и наставника происходят активные обновления системы образования. Это федеральный перечень учебников. В ближайшие пять лет планируется полный переход на новые учебники. В этом году во все школы района поступили новые учебники истории России. для 11 классов, содержащие темы о специальной военной операции, больше делающие уклон на патриотизм. Федеральные образовательные программы, содержащие федеральный учебный план, федеральный календарный учебный график, федеральные рабочие программы. Уважаемые коллеги, новая философия воспитания требует новую инфраструктуру для неформальной работы с детьми и подростками. Мы стремимся создать максимально комфортные условия для наших ребят. Для этого в школах созданы центры детских инициатив. Это пространство для работы школьного парламента, актива движения первых, а неюных инспекторов дорожного движения, большой переменных волонтерских отрядов и других детских и юношеских общественных объединений. Эти центры детских инициатив созданы не только в 8 школах, где они появятся с 1 сентября, но и во всех 13 школах района с января месяца на сумму более 3 миллионов рублей за счет средств муниципального бюджета. Российский проект «Навигаторы детства» реализуется Министерством просвещения Российской Федерации как часть федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации нацпроекта образования». В целях формирования у обучающихся образовательных организаций национально-культурной идентичности, а также их информирования о возможностях, предоставляемых Российской Федерацией с 1 сентября 2023 года, по проекту «Школьное пространство» оформлен пол в муниципальном образовательном учреждении 11 АУФОДС, по экспозиции «Навигаторы детства». Кроме того, по выбору образовательной организации допускается вариативная экспозиция региональных компонентов. С 1 января 2024 года советники появятся еще в трех школах района. Неотъемлемой частью проекта «Навигаторы детства» 3.0 является программа развития социальной активности учащихся начальной школы Орлята России. В течение наступающего учебного года Орлята пройдут обучение по семиобразовательным трекам, творческим заданиям для коллективного выполнения. Каждый трек закончится значимым всероссийским мероприятием для всех школьников, участников программы. Хочу отметить, что у нас в районе программа Орлята России мало пользовалась популярностью среди младших школьников. И это могла быть только недоработка ответственных педагогов, так как именно на этом уровне образования вы сами прекрасно знаете, что дети исполняют в обязательном порядке все то, о чем им говорят взрослые. В настоящее время к движению присоединяются все обучающиеся первых и четвертых классов школ районов в количестве 1351 детей. Всем классным руководителям начальных классов, директорам школ, муниципальному советнику держать исполнение данного вопроса на строгом контроле. 23-й год стал знаковым в реформировании воспитательной системы образовательных организаций страны в целом. При поддержке президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина по инициативе детей и молодежи создано Российское общественное государственное движение детей и молодежи движений первых, целью которого является обеспечение поддержки молодежи, создание оптимальных условий для ее развития и привлечения молодых людей к участию в социально значимых проектах. Сфера деятельности движений первых включает в себя 12 направлений, одним из основных которых является образование, культура, спорт, гражданская позиция и патриотизм, вовлекающая молодежь активное участие в жизни общества через социальные и патриотические проекты. Коллеги, важно отметить, что движение первых активно сотрудничает с региональными и муниципальными органами власти, образовательными организациями, бизнес-структурами в целях обеспечения эффективного решения задач и проблем, связанных с молодежной политикой и поддержкой молодых людей. Эффективное взаимодействие будет налажено благодаря внедрению и цифровой платформы управления сообществом BITREX24, где каждое первичное отделение в режиме реального времени будет получать задачи, отмечать их исполнение и участие в мероприятиях. В декабре 2022 года указан и под руководством главы Республики Адыгея Мурата Карабеевича Кумпилова создан Координационный совет по взаимодействию с движением первых. В муниципалитетах по аналогии с региональным координационным советом созданы местные. В июле-августе 2023 года открыто и функционирует Муниципальное отделение российского движения детей и молодежи, движение первых, назначен председатель, и в настоящее время сформирован аппарат, успешно прошедший конкурсный отбор в виде тестирования и собеседования с кадровым департаментом федерального и регионального офиса. Пользуясь случаем, хотелось бы выразить признательность администрации муниципального образования Кашхабовский район за решение организационных вопросов выделения помещений и приобретения оргтехники и мебели. В образовательных организациях района откроется первичное отделение первых. В ближайшее время планируется организация и проведение еще серии значимых мероприятий, онлайн-марафон «Команда первых», прогулки с министрами, окружной семинар совещаний, фестиваль первых, премия «Лучшее первичное отделение», след черкесской молодежи, форум лидеров «Тебе решать» и многое другое. Развитие дошкольника-школьника, их становление – главная ценность для всех, и наша задача стоит в том, чтобы дать личности возможность раскрыть себя как можно полнее. Патриотическое воспитание при этом мы рассматриваем как фундаментальную основу воспитательной работы. Одной из эффективных и наглядных форм патриотической работы является деятельность школьных музеев, которые остаются важной частью исторического просвещения, подрастающего поколения служат ключом к пониманию исторической правды. Особенно велика роль в школьных музеях и в сельских населенных пунктах. Так, историко-краеведческий музей в средней общеобразовательной школе номер 8 села Натырбова, ставший лауреатом третьей степени Всероссийского конкурса в Южном федеральном округе в номинации «Лучший сельский школьный музей» является центром патриотического воспитания более чем для 400 обучающихся школ и всех жителей своего населенного пункта. Большой вклад в развитие системы военно-патриотического воспитания обучающихся вносит работа движения «Юн армия». На сегодняшний день в движении на территории Кашхабского района 13 первичных юноармейских отрядов, чья деятельность координируется муниципальными юноармейскими штабами юноармейское движение, объединяет 270 юных жителей района, зарегистрированных на АИС Всероссийское детское и юношеское военно-патриотическое общественное движение Республики Адыгея. В текущем году ребята приняли активное участие в региональных, муниципальных и юноармейских мероприятиях. Это и участие в санитарных десантах по приведению в порядок мемориалов и акции в поддержку Вооруженных сил Российской Федерации и участие в праздничных торжественных мероприятиях. При поддержке Министерства образования и науки Республики Адыгея юноармейцы приняли участие в ряде мероприятий федерального уровня. Так, с 4 апреля по 6 апреля 2023 года делегация юноармейцев Кашхабовского района приняла участие во Всероссийской военно-патриотической акции «Волна памяти» в городе Герои Волгограда. Военно-патриотические клубы активно ведут свою деятельность на территории нашего района. Юноармейцы осуществляют волонтерское сопровождение всероссийских республиканских мероприятий, таких как Всероссийская акция «Вахта памяти», акции «Красная гвоздика», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Пост номер 1». Коллеги, до сих пор мы с вами говорили о патриотизме в разрезе воспитательной работы. Но огромная важность этого вопроса и реальность, сложившаяся в настоящее время, убеждают нас в том, что патриотическое воспитание должно быть неотъемлемой частью учебной деятельности, в том числе аспекте военно-патриотического воспитания. Одной из важнейших задач, которые стоят перед управлением образованием, является обеспечение и сохранение стопроцентной доступности и качества дошкольного образования. В отчетном году в муниципальном образовании Кашкарский район функционировало 13 дошкольных образовательных учреждений, контингент воспитанников составлял 1332 ребенка. Средняя наполняемость групп в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях – 20 детей. В отчетном году размер родительской платы за присмотр и уход ребенка в детском саду составлял 1123 рубля в месяц. В 2022-2023 учебном году актуальный спрос на устройство детей в дошкольные учреждения удовлетворен в полной мере. На сегодня одной из главных задач остается создание новых мест для устройства детей в возрасте от 2 месяцев до 1,5 лет в дошкольных образовательных учреждениях. Сегодня готовится проектная документация на строительство нового детского сада на 100 мест в ауле Кашкар, где будут учтены новые требования. Отдельным вопросом стоит улучшение инфраструктуры объектов образования. Для нас очень важно обеспечить возможность получения качественного общего образования каждому ребенку, независимо от места проживания. Для своевременной и качественной подготовки образовательных учреждений к новому 2023-2024 учебному году разработана дорожная карта по материально-техническому оснащению образовательных учреждений. Общий объем финансового обеспечения дорожной карты составил более 40 миллионов рублей из муниципального бюджета. Основные мероприятия. В прошлом году был построен новый спортивный комплекс в основной общеобразовательной школе номер 12, хуторо-казенок Ужорский. В рамках регионального проекта «Современная школа» и национального проекта образования созданы и открыты центры образования естественно-научной и технологической направленности. «Точка роста» в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях школы номер 2, хуторо-казенок Ужорский, номер 9, хуторо-казенок Ужорский. Сумма затраченных на строительство работы составила 3 миллиона 350 тысяч рублей, а на закупку мебели – 855 тысяч рублей. На сегодня мы знаем, что эти центры «Точка роста» находятся уже в 12 образовательных учреждениях, и осталась одна школа, Кармалино-Гидроидская, тоже по дорожной карте. В 2024 году идет открытие этих «Точек роста». Подготовка образовательных учреждений к новому учебному году с учетом требований к антитеррористической защищенности объектов комплексной безопасности согласно действующему постановлению правительства Российской Федерации на сумму более 35 миллионов рублей. Во всех образовательных учреждениях проведен текущий и косметический ремонт, частично закуплена мебель, оборудование с учетом современных требований к образовательному процессу. На эти мероприятия было затрачено более 570 тысяч рублей. Для первоклассников района от главы республики традиционно получены подарки, ранцы со школьными принадлежностями и светоотражающими жилетами в количестве 330. Уважаемые коллеги, подводя итоги, хотел бы выразить надежду, что наша сегодняшняя встреча даст деловой настрой для встраивания перспектив развития отрасли и плодотворной деятельности в предстоящем новом учебном году. Мы продолжим работу по выполнению задач, поставленных президентом России. Это прежде всего реализация указов президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина по достижению стратегических целей и задач национального проекта образования, направленных на обновление содержания повышения качества образования. Уважаемые коллеги, через несколько дней начинается новый учебный год. Надеюсь, что в этом учебном году нам удастся реализовать свои планы, пусть обучение по новым программам будет интересным, освоение новых педагогических технологий творческим. Я уверена, что в нашем районе сосредоточен огромный интеллектуальный потенциал, потому что именно вы, дорогие коллеги, являетесь носителями высокой образованности, интеллигентности и настоящей культуры. В преддверии 1 сентября хочется пожелать вам всем крепкого здоровья, вашим семьям, родным и близким, внутренней стойкости, профессиональной чуткости, оптимизма, удачи, а главное – получать удовольствие от результатов своей педагогической деятельности. От имени исполняющего обязанности министра образования и науки Республики Адыгея Евгения Лебедева всех присутствующих поприветствовала Наталья Елистархова. Дорогие коллеги, разрешите поприветствовать всех присутствующих в традиционном педагогическом совещании работников системы образования от имени исполняющего обязанности министра образования и науки Республики Адыгея Лебедева Евгения Константиновича и от себя лично. В этом году и на ближайшие несколько лет перед системой образования страны стоит очень важная, давно назревшая задача – это построение суверенной системы образования, которая должна стать прочной опорой для суверенитета страны. Без квалифицированных педагогов невозможно решить эту и другие задачи, стоящие сегодня перед Россией. Поэтому в год педагога и наставника ведется работа на всех уровнях, как по повышению внимания к профессии, так и по усилению интереса молодежи в педагогике, привлечению к обучению педагогические классы, педагогический колледж имени Хусина Андрухаева и на педагогические специальности Адыгейского государственного университета, поиск творческих активных ребят, которые после получения педагогического образования придут работать в нашу школу. Работа по построению суверенной системы образования будет осуществляться прежде всего за счет формирования единого образовательного пространства, позволяющего всем учащимся, независимо от места проживания, получить равный доступ к качественному образованию во всех направлениях деятельности системы образования всей страны и каждой образовательной организации. В учебной деятельности через внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных основных общеобразовательных программ. Об этом мы уже не раз говорили на коллегии Министерства образования и науки Республики Адыге и на совещаниях различного уровня. Также продолжим обсуждать и практическую реализацию данных вопросов. В воспитательной работе через внедрение новых инструментов форм и направлений деятельности, введение должностей советников директора по воспитанию, создание в каждой образовательной организации первичных отделений российского движения детей и молодежи, реализация профориентационного минимума обучающихся, продолжение реализации проекта разговора о важном, усиление роли военно-патриотического воспитания на всех этапах получения образования. Этому была посвящена работа шести тематических треков и пленарного заседания Республиканского августовского педагогического совещания работников образования, где большинство из вас приняли активное участие и, надеюсь, в том числе и практическое участие. В развитии инфраструктуры, включающей строительство новых школ и детских садов, пристроек дошкольных образовательных организаций к школе, модернизацию системы образования через капитальный ремонт и оснащение учебным оборудованием и мебелью существующих школ, открытие новых сущностей, кванториумов, точек роста, IT-кубов, поставку компьютерного оборудования и обеспечение школ высокоскоростным интернетом, ремонт и оборудование спортивных залов и площадок, создание и оснащение новых мест доп. образования. Эта работа уже успешно ведется. Еще одним из важных элементов единого образовательного пространства является единая система оценки качества образования, которая представлена прежде всего единым государственным экзаменом, основным государственным экзаменом и всероссийскими проверочными работами, которая проводится по единым контрольным измерительным материалам и является надежным и при заинтересованности управленцем в системе образования эффективным инструментом повышения качества образования. Результаты ГИИ в настоящее время являются обязательным критерием для получения аттестата с отличием о среднем общем образовании и медали за особый успех учения. Отрадно отметить, что все 12 претендентов, которые были в Кашхабльском районе, претендентов на получение медали за особый успех учения соответствовали критериям Росубарнадзора по результатам сданных экзаменов. Вы знаете, что по критериям Росубарнадзора для того, чтобы получить медаль по основным предметам русской математики профильной, выпускник должен был сдать экзамен не менее чем на 70 баллов, а по предметам по выбору должен был перейти порог. Поэтому все 12 претендентов отрадно заметить, что справились. 12 участников ЕГЭ в республике получили результат 100 баллов. Но сегодня уже неоднократно озвучивали, что среди этих детей оказалась девочка из Вольнинской школы, выпускница Масил Юлия Андреевна, которая сдала на 100 баллов ЕГЭ по русскому языку. Это заслуга не только этого ребенка, но и заслуга педагога. Очень хотелось бы, чтобы та статистическая информация, которая была озвучена сегодня, послужила основой для серьезной аналитической работы в каждой образовательной организации, для корректировки и формирования планов работы на предстоящий учебный год. И как следствие, повышение качества образования в каждой образовательной организации, с учетом индивидуальной специфики, а также в муниципалитете и в республике в целом. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, задача нашей общей работы не только в том, чтобы просто построить новый детский сад или школу, отремонтировать помещения, создать новые сущности, закупить оборудование, приобрести новую мебель. Нужно добиться того, чтобы с помощью созданных комфортных условий на деле решались самые чувствительные проблемы образования. В этом и заключается главный критерий эффективности нашей общей работы. Поэтому нам нужна каждодневная вовлеченность всех педагогов и управлеться в работу, максимальная ответственность и полная отдача сил. Только тогда нам удастся построить действительно прочную, динамично развивающуюся, суверенную систему образования. Ну и, конечно же, перед началом учебного года разрешите поблагодарить все коллективы, всех образовательных организаций за ваши усилия, направленные на совершенствование качества образования, за маленькие и большие победы вас и ваших учеников. Поздравляю вас с началом учебного года. Желаю крепкого здоровья, энергии, творческого задора для реализации целей, поставленных перед нами в нацпроекте образования. Интересного, успешного, результативного учебного года. Всех благ вам и вашим семьям. Спасибо, дорогие. Приятным моментом совещания стала церемония награждения лучших работников. За большой вклад в развитие системы образования района педагогам были вручены почетные грамоты. И сегодня мы принимаем свою большую педагогическую семью со своей историей, со своими традициями. Чернову Анжелу Борисовну, учителя английского языка школу номер 2, Хашкову Аиду Коплановну, учителя английского языка школу номер 5, Альхауву Марину Геслановну, советника директора по воспитанию и взаимодействию с детьми, общественными объединениями. Номер 5. Искренне поздравляем их с началом нового этапа в жизни. Началась ваша трудовая биография. Вам предстоит сделать первые шаги на пути профессиональной деятельности. Современному образованию нужны целеустремленные, неординарные, талантливые, смелые и сильные, многогранные и ответственные, способные к сопереживанию педагоги. Наша профессия почетна тем, что оставляет добрые чувства исполненного долга перед учащимися, позволяет ощущать свою причастность к их судьбе, а значит свою полезность. Прошу директоров школы номер 2 и номер 5 подняться на сцену и вручить трудовые книжки своим молодым специалистам. А сейчас, коллеги, мы переходим к приятной части нашего совещания награждению педагогических работников. Слово для зачтения и распоряжения главы муниципального образования Кашкартовский район, решения Совета народных депутатов и приказа управления образованием предоставляется ведущему специалисту управления образованием Мамхегова Исусанья Рамазанова. В соответствии с приказом Минпросвещения России от 22 июля 2021 года номер 146Н нагрудным знаком почетный наставник награждается Абашагова Айшет Нашковна. В соответствии с распоряжением главы администрации муниципального образования Кашкартовский район от 25 августа 2023 года номер 185Р почетной грамотой администрации за многолетний добросовестный труд в системе образования успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения награждается Анцариева Хатемет Хаджибиевна, заместитель директора по общей на воспитательной работы МинистерAL обученном общеобразовательном учреждении среднего общеобразовательного школы номер 1 Ох con. Учитель биологии, гуниципальной, медицинской области образовательного учреждения, средняя общеобразованная школа номер 11. Учитель начальных классов средневно-образовательной школы номер 3. Геральница Елена Ильясовна, учитель химии и биологии, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения, основная общеобразовательная школа номер 13. Миритутов Академия Кузьмановна, учитель английского языка, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения, основная общеобразовательная школа номер 13. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения среднеобщеобразовательная школа номер 6. Генчукова Майджи Браилова, учитель физики и информатики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения среднеобщеобразовательная школа номер 11. Шелева Зоева Русланова, учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа номер 5 имени Героя Советского Союза Олега Суховича Хошева. Шорова Заревцевидова. Учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения. Средняя общеобразовательная школа номер 1. Эльгар Альберна Львевич. Учитель истории и общества знаний муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения. Средняя общеобразовательная школа номер 3 имени Героя Советского Союза Олега Суховича Хошева. Бюджетова Светлана Муратовна. Учитель истории и общества знаний муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения. Средняя общеобразовательная школа номер 2. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, Александр Владимирович. За обучение и грамот управления образованием приглашается начальник управления Ося Хомедовна Берзева. В соответствии с приказом управления образования от 24 августа 2023 года номер 264. Почетные грамоты управления образованием за успехи в воспитании и обучении подрастающего поколения награждаются. Белоусова Оксана Юрьевна. Учитель русского языка и микрофориста муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения. Средняя основная общеобразовательная школа номер 12. Никулина Светлана Николаевна. Воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения. Детский сад номер 13. Солосок. Науменко Светлана Ивановна. Воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения. Детский сад общеразвивающего вида номер 14. Пештикова Фатимет Мухаммедовна. Учитель английского языка муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения. Средняя профессия в областье номер 13. Детский сад номер 13. Торщина Валентина Александровна. Учитель математики муниципального бюджетного дошкольного 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 Клана Рассказберна, педагог-психолог муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад номер 12, Джонет. Клана Рассказберна, педагог-психолог муниципального бюджетного дошкольного урожайта детский сад номер 12, Джонет. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Межхозова Оксана Олеговна, учитель истории и обществознания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа номер 8. Возговая гирианская митария Николаева, учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения, среднеучеобразовательной школы номер 9 Николаевна Оксана Сергеевна, учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения, среднеучеобразовательная школа номер 8 Гребешевская литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения, среднеучеобразовательная школа номер 10 Середа Игорь Михайлович, учитель физики и информатики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения, среднеучеобразовательная школа номер 9 Конференция не только определила точки роста и вектор развития на будущее, но и наполнила праздничным настроением, вселила надежду и веру в дальнейший успех собравшихся